солнце такое светит а медведь у меня чумазы вообще съездил на днях тут под московью всего закидала причем чаще грязь такая она но не как зимой да сейчас все это засыхает и очень царапается все вот стоит даже вот так просто протереть немножко да и все будет поцарапано поэтому срочно на мойку срочно надо ехать разместил я тут вчера видео ребята но вы меня вообще конечно убили некоторые долейте жидкость омывателя но сейчас зальем короче вчера попробовать решил с телефона загрузить вот эти короткие видео youtube да я ни разу не загружалась телефона все у меня компьютер а тут нашел какой-то видосик там самолета красивый такой на закате такие над облаками самолет летел я такого очень редко видел и выложил и забыл что-то меня отвлекло там я не подписал ничего просто выкинул хотел посмотреть где в каких они видео появится ли это какая-то отдельная папка ночи чтобы понять через час-полтора вернулся к этому делу раз открывает смотрю там куча каких-то комментариев уже ребята но это вообще что то что происходит в головах это я был я просто поражен вот и сейчас на фоне этих событий я понимаю что откуда она все это берется потому что выложил видос не подписи не видно никто летит никуда летит там никогда летит ничего и уже получил ну треть комментариев таких вот такой вот прям где чувствую с ненавистью такой свалил патриот там ну типа в кавычках да там а куда это он там типа на ну ладно туда его дорога ничего страшного там кто-то говорит там а ну хорошо отдыхать в общем фантазии полнейшие пустое видео просто красивая хотел бы вот не написано кто когда куда и тут же уже все на фантазировали но слава богу нашлись люди которые просто там то ли вопросик поставили крут или там куда там что там ну а что это такое капец вот просто меня поразило хотела кто-то пошутил то есть я конечно вижу что слава богу не все такие вот но не все я прям не знаю не хочется тут уже ругаться не подобрать слово такого нематерного не могу но слава богу что не все вот есть люди которые с юмором там типа кодяг полетел и так далее я конечно потом подписал этот видос там ну в первом комментарии там описал все что там чего ну а кстати по поводу этого полета я месяц назад сейчас получается минут короче середина февраля летал в анапу на выходные и ночью на пару дней и вот это летел назад вечером ну как раз и красивейшая просто было состояние очень я такого редко вижу и облака такие фактурные но прям не то что ровно и вот они вот так все там и это в закате но в общем кто там занимается фото видео съемкой наверно меня понимает свет там был ну просто шикарный в общем и я оттуда прилетел буквально какого там 21 февраля 21 февраля и через несколько дней бабах и там небо закрыли в общем мог там я конечно попасть так что туда и не вылетишь сейчас до сих пор учатся по продлили там до 20 марта ну то есть пришлось бы наверно почти месяц сидеть там в общем такая вот история кто-то там вот пишет что в египте до сих пор сидит а не может оттуда прилететь ночью есть конечно есть конечно моменты такие ну я думаю это только начало вот этого всего пока мы в полете пока вниз летим на еще не видно пока это только начало полета туда но там когда уже там шлюпнемся вниз там уже начнется такое немножко брожение и понимание того что происходит ну вот совсем другое дело сияет а то стоит чума за мой медведь а как вам ребята ценник который сейчас вот на все вот это автомобильная начиная собственно говоря от запчастей заканчивая самый самими машинами то есть мы сейчас вообще ездим я так понимаю на каких-то золотых тачках где-то с месяц назад 3 200 я смотрел вот кодиак и я где-то там спрашивал где-то в салоне спрашивал 3 200 за мой давали вот 19 год сейчас вчера открыл там где-то вот эти все разные платформы да ну по продаже там машин смотрю там уже есть 4 200 4 500 2019 год типа там ну вставил моя комплектация там примерно то есть а что у меня там еще шумка и так далее это вообще капец ценник масло я покупал помните вам рассказывал там дней 10 назад я купил за 6 200 5 литров q ну это volkswagen до брендированная и за полторашку один литр думать да уже что-то подорожала конечно а сейчас короче где-то я уже там ну вот во первых уже его не найдешь так вот на просторах где-то там еще есть 15 тысяч там за 5 литров q а вот в том же магазине там по моему пару дней назад там где я покупал тот же артикул все короче был то был 6 200 сейчас 10 200 на 4 тысячи поднялась эта стоимость а литруха так вообще 3 3 800 4 ну вы знаете то есть полторашка была уже дорого вроде как так вот где-то там 1100 там можно было купить ну короче не знаю сейчас вот я читаю там комментарии кто пишут люди что там ты о там 2 это там что-то уже какие-то запредельные деньги но у меня гарантии же закончила сейчас какие-то работы такие вот ну там что-то там какие-то замена фильтров замена масла но это уже зачем это делать дилера понятно он тут у меня есть рядом экспресс замена масла там они вакуумно там вытягивают все если у них покупаешь масло то вообще бесплатно вот она кстати зайти у них спросить какая стоимость но на ближайший вот замен у меня есть а дальше посмотрим как там будет ну масло то все таки как все говорили там лукойл да ну то есть производство там поэтому брендирована наверно будет также дорого а вот я посмотрел там другие какие-то масла то есть ну ценник не такой еще она конечно все подорожала но не до такой степени как вот скажем эти брендированные дела ну дальше как-то многие же там вот вольво машины как бы пока прекратила да но пишет что значит гарантийное обслуживание они будут производить соответственно и запчасти и все это дело они будут каким-то образом поставлять находить другое дело что ценник конечно связи с падением курса рубля до теперь как бы ценник веселый ну не знаю как там дальше будет но на мой взгляд конечно по таким ценам уже сейчас то я смотрел ауди там кусик у седьмую там за восемь с половиной до 2 бабки такие а сейчас уже kodiaq там по моему там 66 600 там какие-то уже за новый там хотя их нет но какие-то вот такие ценники instagram закрыли до следующий что там у нас может быть youtube будет не знаю параллельно с тем что у меня видосы как бы размещаются на youtube они автоматически не размещаются еще на яндекс дзене уже не знаешь год там наверное так далее то есть там зарегистрировался и они автоматически то что на ю тубе размещаешь они появляются там то есть я там даже не выгружаю не сами автоматически туда заруливают я не знаю как если сейчас youtube прикроют как это все будет в общем я там есть ссылку я там уже оставлял но по имени и фамилии там можно я думаю несложно найти вот поэтому не будет этой платформы ну появятся какие-то наши другие платформы ничего страшного не произойдет важно сейчас сохранять здоровье и какой-то источник дохода да и самое еще главное оптимизм тогда сможем проехать это все достойно всем удачи ребята пока увидимся а и Продолжение следует...